Мне кажется, что этот конфликт, он имеет даже другие причины. Потому что если в принципе посмотреть, то, к сожалению, Россия в глобальном мире занимает далеко же не лидирующие позиции. Надо признать, это как раз результат вот этой политики 12 лет, когда мы просто пытаемся наращивать какую-то мощь, продавая ресурсы. У нас уже 95% всего экспорта, это фактически ресурсы, есть какой-то процент оружия, который мы продаем. Есть цивилизационный конфликт, это, например, запрет на усыновление, который на самом деле вот эту пропасть раздвинул между Россией и цивилизованным миром. Потому что когда на акт Магнитского мы отвечаем наказывать своих детей-сирот, то все люди грамотные, которые хоть чуть-чуть в этом понимают и не смотрят в зомби-ящих, они считают действительно подлецами, варварами, кто это придумал. Поэтому конфликтов очень много, идет просто борьба за мировое господство, идет, естественно, геополитическая борьба. И в данном случае мы вместо того, чтобы наращивать свою экономику, вместо того, чтобы искать в мире союзников, мы, наоборот, уходим в какую-то изоляцию. И в этой изоляции, естественно, мы со всеми конфликтуем, нас никто не поддерживает, и мы фактически оказываемся в меньшинстве. Это просто наша международная политика, она абсолютно несовременна, и она слишком амбициозна, несмотря на провалы, несмотря на наше отставание, скажем так, в экономике и во многих других вопросах. Технологически мы отстаем, экономически мы отстаем, у нас не развивается демократия, у нас нет никаких инноваций, и при этом мы еще умудряемся со всеми перессориться. На ровном месте, абсолютно на ровном месте. Вот мы могли же наказать убийц Магнитского сами, мы могли всех посадить, мы могли расследовать это дело. Не было бы никакого акта Магнитского, не было бы никакого закона Димы Яковлева, не было бы никакого конфликта. А сейчас наша элита вывозит своих детей в Америку, в Швейцарию, скупает там все активы. У нас вон сколько скандалов, когда в Майами находили квартиры действующих депутатов, партии власти или там ЛДПР или еще кого-то. Но при этом они там живут, там учатся их дети, а здесь они принимают законы и позволяют себе какую-то такую антизападную, что ли, риторику, причем непонятную. Если ты патриот и ты хочешь, чтобы развивалась наша страна, ну верни свою семью в нашу страну, верни сюда капиталы, и ради бога можешь заявлять здесь все, что угодно. Поэтому это цивилизационный разрыв, это цивилизационный конфликт. Он уже даже не политический конфликт.